Здравствуйте! Продолжаем изучение закона Флашона Раши, 15-й день. Мы видели, что БДИН, Равинский суд, имеет право пользоваться определенными способами общественного нажима, чтобы человек подчинился его решению. Но нельзя применять это средство в обход судебного процесса, чтобы, скажем, вынудить вора вернуть украденное. То, что Равинский суд имеет право применять определенное общественное давление, он имеет право делать это как орган. Индивидуальный человек не имеет права такого делать. Общине запрещено поддерживать одну из сторон в денежном вопросе, основываясь на чьих-то словах. Только постановление БДИНа может быть достаточным основанием для этого. Поэтому правильно обеспечить явку обеих сторон в БДИН и неверно оказать насилие по личной инициативе, чтобы помочь тому, кого человек считает правым. Очень часто мы думаем, что одна сторона права, мы уверены в этом даже. Тем не менее, как бы мы ни были уверены, можно делать выводы только, окончательно выводы только на основании постановления суда и тогда уже только применять какое-то давление к одной из сторон. Любители позлословить оправдывают свои греховные поведения тем, что их охотно слушают и что они доставляют слушателю удовольствию. Это очень интересно послушать гадости про кого-нибудь другого. Более того, увлекательный разговор делает рассказчика и слушателя друзьями. Так можно ли говорить, что сплетник причинил слушателю вред, если они так приятно провели время? Ложность такого рассуждения видна на следующем примере. В городе появился мошенник и представился уважаемым в своей общине человеком. Когда в город приехал его прежний земляк, Плут приветствовал его как старый друг и пригласил в местную гостиницу, где они смогут приятно провести время. В гостинице обманщик сказал, я так рад тебя видеть, это надо отметить, ступай к стойке, заказывай что хочешь, пусть продадут нам лучшее, что у них есть, я плачу. Ели, пили, наелись до отвала, а потом жулик выскользнул за дверь и предоставил гостю платить по счетам. Бедняга пытался объяснить хозяину, что случилось, но тот и слушать не стал. Я одно знаю, сказал он, ты подошел к стойке, ты заказал всю эту еду и напитки. А что произошло между тобой и приятелем, меня не касается. Плати. Слушающий Лошонара не испытывает вражды к рассказчику, который доставляет ему бесплатные развлечения. Он видит перед собой человека, который выделил его среди других, доверился ему, сообщает секреты, недоступные другим. Однако так дело выглядит в нашем мире, пока ловка открыта и продавец отпускает в кредит. А в будущем мире бухгалтерская книга раскрыта, и сборщики взыскивают долг. Так говорит Мишнад, кстати, перки, а вот. Тогда придется предстать перед судом за то, что слушал и верил запрещенным речам. Каждое слово было записано, и за каждое придется дорого заплатить. Спасибо большое, хорошего всем дня. Субтитры создавал DimaTorzok